Вы можете посмотреть фотографию Сониной Марии Николаевны, это учитель, и ее контактные данные. Дальше, что я хочу сейчас вам продемонстрировать. Я перейду сейчас на закладку «Мой диск», пропадает звук. Так, скажите, пожалуйста, вы меня сейчас слышите? Звук прерывается, я вас очень хорошо понимаю. Это из-за скорости интернета. Как вам помочь? Я буду говорить тише. Сейчас я должна только прерываться, сильно прерываться, да? Это из-за демонстрации экрана. Вы сейчас видите «Мой диск». На моем диске представлены документы. Посмотрите, вот это опрос участников вебинара. Вот это текстовый документ сервисы Google. Это тот документ, который я вам отправила, и который вы можете просмотреть в совместном доступе. Дальше. Я сейчас вам продемонстрирую тот опрос, который у вас. Вот опрос участников вебинара. Этот опрос участников вебинара. Результаты записываются в таблицу. Вот эта таблица, которая создается в Google. Посмотрите, каждый столбец – это ответ на вопрос. Что я могу сделать с этой формой? Форма. И я могу показать сводку ответов. Форма и сводка ответов. Посмотрите, пожалуйста, в каком виде вы можете просмотреть ответы своих учеников. В данном случае это ваши собственные ответы. Это статистика. Все имеют аккаунт. Это 100%. А дальше? Дальше. По каждому вопросу имеет место своя статистика. Я не буду дальше вам прокручивать эту статистику, чтобы не задерживать. Я вернусь на мой диск. Вам сейчас виден мой диск? И хочу остановиться на следующем. Посмотрите, что я могу создать. Если я кликаю «Создать», то появляется список тех приложений, которые я могу использовать. Это «Документ», «Презентация», «Таблица», «Форма», «Рисунок». Дальше. Это уже я подключила приложения, которыми я пользуюсь. Вы можете подключить. Нажав на клавишу «Другие приложения», я не буду нажимать на «Другие приложения» из-за маленькой скорости интернета. Вы сами у себя это попробуйте. И подключите любое приложение, которое вам интересно. Мне интересно приложение «Геогебра». Мне интересно приложение «Построение диаграмм», потому что я строю в этой программе блок-схемы для уроков. Меня интересуют ментальные карты. И меня интересует озвучка презентации. Вот это то, о чем я говорила на прошлом вебинаре, когда рассказывала про презентации. С помощью этого приложения вы можете озвучить свои презентации. И все это облачные технологии. Все это хранится в облаках. Это хранится не у вас на компьютере. Это хранится в облаках. Польза заключается в том, что вы приходите на работу, и независимо от того, есть у вас там свой компьютер или нет своего компьютера, достаточно иметь выход в интернет. И всю информацию, которая есть у вас в интернете, вы можете использовать. Что означает загрузить, об этом я уже вам сказала. Это вы загружаете со своего компьютера. И загрузить вы можете вордовский документ, экселевский документ, презентацию, pdf-файл, jpeg, можете загрузить видео, можете загрузить любую информацию. Итак, зайдем в документ сервис Google. Я вам только показываю, что этот документ находится в совместном доступе. Я вернусь в комнату, потому что я переживаю о том, что... ...вставить комментарий. Пишем, хорошо... ...хорошо выполнено, предположим. Так, а потом добавить. Итак, комментарий мы таким образом добавляем. Далее, смотрите, мы можем редактировать. В текст я захожу, убираю букву в форму и могу ее дополнить. То есть происходит над текстом, работа с текстом. Мы его можем редактировать. Так. И дополнять. Спасибо большое, Надежда Васильевна. Я прошу прощения. Прошу прощения за такое исчезновение и появление. Но это так, Ростелеком работает. Так что их благодарить надо. Я демонстрирую свой рабочий стол. И Надежда Васильевна попрошу зайти как раз в этот документ, чтобы она тоже зашла в этот документ, чтобы можно было посмотреть, как совместно осуществляется работа. Посмотрите. Я подвожу курсор. Курсор, ну, так как мы с разных браузеров зашли, это неопознанный скунс, но это Надежда Васильевна. Вот. Ну, вот так такие, так интересно Google называет участников совместной работы над документом. А вот здесь, вот здесь, зеленая, это Наталья Калиненко. А вот эта красненькая, это Надежда Васильевна. Если бы мы зашли с одного и того же браузера, то Надежда Васильевна была бы опознана. Теперь кто-нибудь из вас, зайдите по ссылке, которая в вордовском документе самая маленькая. Попробуйте зайти по ссылке. Вы увидите, что вы здесь появитесь. Пожалуйста, попробуйте зайти по ссылке. У кого есть ссылка на этот документ. Вот посмотрите, настройка доступа. Если я кликну на настройку доступа, то появится вот такая вот ссылка на данный документ. Я ее сейчас скопирую, эту ссылку. И передам вам в чате. И попробуйте зайти по этой ссылке. Видео нет. Ты боже мой. Нет видео. Видео не демонстрируется, не демонстрируется мой рабочий стол. Я так понимаю. Ничего не видно. Так. Я завершаю видео. Пройдите, пожалуйста, по этой ссылке. Это документ в совместном доступе. Мой диск. Я перехожу на закладку «Мой диск». И «Создать». Здесь «Создать». «Создать форму». Я кликаю на «Создать форму». Перед тем, как создать форму, у вас появится меню различных тем. Вы можете сначала выбрать оформление своей формы. Посмотрите, пожалуйста, какие различные названия и темы вашей формы, то есть вашего опроса. Дальше вы можете набрать заголовок формы. Это может быть урок. Это может быть контрольная работа. Это может быть опрос. Просто какой-то опрос. И выбрать оформление этого опроса. Пусть это будет «Цветущая вишня». И нажимаете на клавишу «Ок». После того, как вы нажимаете на клавишу «Ок», вы переходите в саму эту форму. Первый вопрос. Например, какой цвет ваш любимый? Вы записываете вопрос, а потом вы выбираете из списка или же несколько из списка, или из выпадающего списка, или один из списка. Это тип вопроса. Если вы, например, выбираете выпадающий список, меня не слышно, я вернусь в комнату, чтобы узнать, слышно ли меня. Вас не слышно. Опрос. Опрос, который я проходила со студентами. Вот он, опрос. И как выглядит этот опрос. Я могу открыть форму. Вот так выглядит форма. Что я могу делать с этой формой? Вот посмотрите, есть вопросы, которые обязательны. Это будет звездочка красная. Эти вопросы обязательны. Без ответа на эти вопросы вы не сможете, вы не сможете проводить, вы не сможете ответить на данную анкету. Да. Алло. Редактировать форму. Вы можете редактировать форму. При редактировании формы вы можете увидеть тип вопросов, которые использовали. Если есть квадратик, вот посмотрите, квадратик, это множественный тип ответа. Множественный тип ответа. Это множественный тип ответа. Если у вас кружочек, вот кружочек, то это единственный. Вот это называется сетка или же шкала. Вот посмотрите, по пятибальной шкале вы отвечаете на данный вопрос. На каком месте стоит электронная почта? На первом месте или же на пятом месте? Вернее, сколько баллов вы отводите под электронную почту? Связи по скайпу, гуглу. Так, я возвращаюсь в кабинет и задаю вопрос. Вы меня слышите или нет? Плохо слышно. Понятно, плохо слышно. Хорошо, давайте перенесем. Хорошо, давайте перенесем.